Записки колорадского таракана. Внеплановая. За Россию обидно. Статья за 13 декабря 2018 года. Можно сказать, что влез без очереди. Ну уж простите, уважаемые. Я не Зоя Космодемьянская, я скорее Павлик Морозов. То есть молчать не стану. Тем более, что повод более чем весомый. Вот отродясь не думал, что мне так будет обидно за державу. Не за нашу, понятное дело, тут уже обижаться просто порой глупо. Обидно стало за Россию, где людям на уши начали вешать развесистую лапшу якобы украинского замеса. Не знаю, кто там и как будет определять, кому верить и кому нет, но вот вам. Таракан против Василисы из Комсомольской правды. Дается активная ссылка, переход. Незалежная в положении, пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов. Вот я в ближайшее воскресенье тоже совершу вояж в Россию и обязательно напишу что-то подобное. И пусть меня кто-нибудь ловит на слове и опровергает. Итак, понеслась она, правда, матушка о Киеве, батюшке и Украине. Начну с самого начала. Только фото пока пропущу, хотя о нем тоже, ой, как интересно, будем поговорить. Корреспондент Комсомольской правды проехала по Украине и своими глазами увидела, как здесь живут на военном положении. Скажем правду, корреспондент КП была в Киеве на Майдане и Бессарабке. Все, больше нигде она не была. Да и не надо ей этого, хотя зря. Киев. Вы не поверите, но Киев, он довольно большой. Не такой громадный, конечно, как Москва, но тем не менее. И чтобы понять и оценить, надо не только по Майдану прошвырнуться. У Киева есть и душа, и сердце, и даже желудок. И это все не Майдан. Хотя я вам об этом три года уже толкую. С переменным, так сказать, успехом. То няш-таракаш, то сведомит усатый. Бутафория все это. Вот тут читает дужераздирающий рассказ Василисы о ее попутчице Галине. Соглашусь, бутафория как есть. Планировали с мужем Новый год дома отметить. Теперь не знаю, что делать. Он тут в России остался, а я на Украину вот еду. Ой, горе, горе. У меня украинский паспорт, у него русский. Он офицер в отставке. Не пустят его через границу. Ну, никак. Так, забавно звучит, да? Есть у Галины с мужем дом, где они прямо мечтали встретить Новый год. На Украине, понятное дело. Но почему-то до этого момента упорно торчали в России. Можно много говорить о таких вот украинских бабах и девчинах. Девчинах, у которых волшебно имеются такие вот мужья на территории агрессора. Любовь, как говорится, зла. Полюбишь и такого с русским паспортом. Интересно было бы посмотреть, каков он, этот русский паспорт, российский-то я видел, видал. Но да ладно. Попутчица Василиса, как по заказу, является собой этакий образчик украинского неадеквата. Мало того, что, бросив мужа, несется сломя голову к родне с грузом обносков, так еще и тащит за собой дитятку. Дитятка тоже явление интересное. Семнадцать лет. Нервничает, что на границе могут повестку вручить. Но, тем не менее, движется вместе с мамой на родину. Да не волнуйся, говорит ему мать по-украински, думая, что я не понимаю. Не заберут тебя в АТО. Там только с восемнадцати. Дмитро, кажу тебе, нормально все будет. Я спрашивала у наших. Бутафория это все? Ага, как есть. Бутафория. Тридцать четыре тысячи дезертиров. Это тоже бутафория? Ладно, да, в армию берут с восемнадцати лет. Мама и Дима считать не умеют. Но после наступления нового 2019 года, который они едут дома отмечать, встречать, Диме будет как раз неполной восемнадцать. И его сто пятьдесят восемь процентов обратно в Россию никто не выпустит. Ибо призывник. Нет, понятно, что очень хочется выставить нас. Но, дорогие мои, у нас такие дуры, как Галя, просто не выживают. Нет, времена не те. Слово таракана не выживают. А вообще, нормальная мама, если есть возможность куда-то в Мордор отправить чада призывного возраста, она его отправит. К мужу, если возьмет к родственникам, да хоть с орками к гоблинам. А, к оркам с гоблинами. Лишь бы от передовой подальше. Выбор между Россией и АТО однозначен. Но такая Галя вряд ли могла стать героем такого репортажа. То же самое могу сказать и в адрес украинских мужчин, которых действительно раз-два и обчелся. Все с украинскими паспортами, рубятся в карты, закусывают горилку салом. Ну, а на бандурах чего не играют и сапоги с мальцем не чистят? Ай, Василиса! Ай, молодец! Но чем еще могут заниматься украинские мужики, которые едут из России домой? Конечно, распивать горилку. Ведь для нормального украинца нарыть в Москве настоящие горилки и расплюнуть. Конечно, купить в дорогу обычные водки и колбаски в любом магазине – это не по-нашему. Только горилка с салом. А вообще, не горилку с салом, если что, из России тащат. Открою секретик. Икра и копченая рыба – вот основная статья довозного импорта. И сразу после границы по всем купе и плацкартным отсекам сразу пойдут желающие купить у вас все это добро. Вместо них до Киева сели двое военных. Я даже проснулась от запаха кирзовых ботинок. Его ни с чем не спутаешь. Солдаты молодые совсем. Мерно храпели. Запах кирзовых ботинок. И вот даже я не знаю, что сказать. Честно скажу, несмотря на то, что в армии был чего-чего, а кирзовых ботинок не видал. Еще в те советские времена, когда кирзовые сапоги были в обиходе. Но вот кирзовых ботинок не видал женщина. Ей можно не знать, что украинская армия, как и все прогрессивные армии мира, ходит исключительно в ботинках из кожи. Но и по Киеву все в таком же духе – депрессивно-прогрессивном. В киевских переходах. Прямо рядом с ларьками с символикой независимости, флагами и вышивками живут нищие. Про них шутят. Все ждут третьего Майдана. Да-да-да. Только не в киевских переходах, а в киевском переходе. В одном на Майдане. Там же и я не так давно снимал. Сопряженным с метро. И вообще я писал в записках, что наши бомжастые с началом зимы перебрались в метро. Там теплее. И этот переход на Майдане, он тоже метро подогревается. А на остальных переходах пусто. И если кого-то там и можно случайно найти, то это будут ребятки по типу «часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля». Ненадолго, в общем. На Бессарабском рынке пусто. Сало продают мало. И то только в самом дальнем углу. И все больше черную-красную игру для богатых киевлян и иностранных туристов. Ага. А на Арбате много покупателей? Я вам Бессарабку показывал. Это же реально, как ваш московский Арбат. Только с едой. И сала нет. Какое горе. А ничего, что не салом единым человек сыт. К нему еще и колбаски надо. И мясца, и рыбки. Вы, дорогие мои, во всех смыслах москвичи, все как один. На Арбате всего сувениры покупаете. Вот и у нас Бессарабка для приезжих. Зато у нас там продавцы могут на всех языках отоваривать. Очень выпускники факультета иностранных языков КГУ в почете. Вторая неприятность случилась следом. И расстроила меня куда больше. Вообще выбила из колеи. Меня высадил из машины таксист, как только узнал, что я москвичка. Не повезу и все, выходи. Или плати тройную цену. Ха-ха. Высадил? Наш? Киевским бомбила с вокзала? Вот вранье. А то они не в курсе, какой поезд подошел. Вот в тройную цену для москвички, поверю. Но кто же виноват, что так? Умный человек, он убер вызовет. А другой? Василисе еще бы стоило футболку поверх парашюта надеть, чтобы Путин с одной стороны и Крым наш с другой. И удивляться, что так много запросили. Вот сказала бы Василиса честно, что просто плохо стало от названной цены. Небось, в долларах назвали, что и решила так прогуляться. Ну и главное, на закуску. В Киеве каждый день показные антироссийские марши. И фото, которые сделал человек, не имеющий никакого отношения к комсомольской правде. Вот скажите мне, кто мешал Василисе взять и сфотографировать те марши, которые проходили в дни ее пребывания в Киеве? Почему один единственный, 7 декабря, попавший в объектив сотрудника Рейтер? Ах да, я забыл эту странную особенность энергосферы Украины. Выпивать заряды всех энергоносителей, не давая снимать фото и видео. Так что понимаю, пока шли ежедневные антироссийские марши, вся аппаратура Василисы стояла на зарядке. И так каждый день бывает. Но вот я вам скажу такое, и даже доказательства приведу. Марш этот. Кривожадные наши собирали дней 5. И если это незаметно по фото Рейтера, то сообщу, не собрали. Эти калеки результат жадности. Ибо по негласному закону, час топтания на холоде стоит 100 гривен. Нет денег, нет толпы. И дается скриншот. Вот призыв одного из вербовщиков. Как раз на тот марш. Пожадничали за 400-500 гривен. Студенты, например, пошли бы, а за 200 пусть сам прыгает. Это вот как раз к вопросу о политической активности нашей. Сообщение с телефончика одного из моих младшеньких. Им всем в университете приходило. Кто пришел, вот они, на фото. А больше у нас ежедневных шествий не было. Извини, Василиса, но наврала ты тут немного. Самую чуть. Но вот что есть, то есть. Что можно еще сказать о материале Василисы? Ну, заказали показать нас тупыми, да убогими. Оно так-то понятно, что лишь бы не как на Украине. И я соглашусь, что у нас есть чем ткнуть в глаза. И как раз я от имени всего прогрессивного насекомьего общества этим и занимаюсь. Честно и справедливо. А вот когда так начинают про нас сказки придумывать, то я почему-то в ярость впадаю. И обещаю, что после своего визита на вашу сторону тоже обязательно найду чего-нибудь эдакое на вашей стороне. И ткну, как говорится, в овал лица. Так что ждите. А вот вам, дорогие мои, реальные картинки нашей жизни. Те, которых Василиса не увидела. Снял буквально на медне. Просто вот душа попросила пошататься по городу. До впечатлений поднабраться. Красиво. И да, кто там еды не нашел в Киеве? Не там искали. Точно не там искали. Пертсивка. Вышнивка. Цитрусивка. Ещё одна цитрусивка. Зубривка. Чё хрена... Ну, плохо видно. Баварский двор. Драйвови геркэ. А, горки, вот те, которые видели. Что тут комментировать? Да нечего. Если есть город, он будет жить. Если есть нормальные люди в городе, будут жить. Несмотря как бы ни на что. И ещё хочу одну философию вам толкнуть. Будетесь тех, кто сегодня других неполноценными выставляет. Сегодня не вас, а завтра. Это я не только о Василисе. Это я и Серёже Брилёве. Это я и о нашем Диме Киселёве. Ну да, Дима-то он ваш теперь. А раньше? А раньше наш был. С потрохами. Подпись. Дмитрий Киселёв. Главный редактор службы информации телеканала OIC TV. Не устает повторять в эфире, что Украина – это европейская держава. А речи какие толкал. Ну, сегодня он тоже самое у вас метелит. Не остановить. Так что, хотя это я так ворчу уже по-стариковски. Но всё, хватит. Теперь до скорой встречи с некоторыми из вас. Читайте вашего таракана, а не всяких там василиц-сказочниц. Не ведитесь на всякий бред, ибо как вы смотрите на мир, так и мир будет смотреть на вас. Будьте здоровы, живите радостно, улыбайтесь и радуйтесь каждому нормальному дню. Будем жить. Автор – таракан Околорадский. Записки колорадского таракана. Внеплановая «За Россию обидно». Внеплановая «За Россия обидно».